Коронавирус изменил жизнь людей по всему миру. Он затронул всё – от быта до работы. В сложившихся условиях начал меняться рынок труда. Сильнее всего в России и на Дальнем Востоке коронакризис ощутился в марте и начале апреля. В Приморском крае, как и по всей России, мы наблюдали большой рост количества вакансий медицинского персонала. Медики были нужны по всей России. Их не так было много, их не хватало. И поэтому спрос был в три раза выше, чем в том же самом марте или апреле 2019 года. Наиболее пострадавшие области в нашей стране и регионе, в частности, искусство развлечения, масс-медиа, хорика и высший менеджмент. Этим коронакризис отличается от кризисов предыдущих лет. Если в 2009 и 2015 году мы видели очень большую активность со стороны соискателей, много людей высвобождалось, люди массово искали работу, то сейчас работодатели и соискатели заняли выжидающую позицию и не так велико движение на рынке труда. Наиболее популярные запросы среди соискателей Приморского края – это бухгалтеры более 2000 запросов, водители более 1500 и торговые представители более 800. Если говорить про то, что на рынке было особо востребованным в эти периоды, то это, конечно же, в первую очередь специалисты в области медицины. Очень большой спрос был на них рабочей специальности, ну и точно так же продажи. Сейчас наблюдается постепенное снижение спроса на медиков. Уже в июне регистрируется на 30% меньше вакансий в этой области, чем в предыдущие месяцы. При этом сохраняется повышенный спрос на рабочие и торговые специальности. Особо стоит отметить, что до сих пор, сейчас уже можно… Мы еще не прошли пик кризиса, конечно, но тем не менее сохраняется спрос на удаленную работу. И соискатели очень часто ищут подработку, проектную работу, вечернюю работу, для того, чтобы совмещать как-то с основной своей деятельностью. То, как коронавирус повлиял на повседневную жизнь людей, еще не до конца осознанно. Но ясно одно – коронакризис постепенно сходит на нет, а ситуация на рынке труда нормализуется. Медленно, но верно. Дмитрий Беломестнов, Владислав Шлыков, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.